На сцене представительница города Кировоград, Крикун Александра. Встречайте! Саша, здравствуйте! Здравствуйте! Что с вами случилось? Ну, всё хорошо, но желательно начать быстрее. Итак, 3, 2, 1, поехали! На своё второе выступление такие смешные шутки привезла, такие смешные, но мама смеялась, а папа бил. Картошки в мундирах, уже вторую ночь снился страшный сон, как она проигрывает Первую мировую. Единственная женщина-священник не выходит читать проповеди, потому что серебряная кадила не подходит к её золотым серёжкам. Пользуясь случаем, хочу сказать, что мой бывший как памятник первому трамваю, и не фонтан. Одна девочка так устала бороться с лишним весом, что съела его. Очень заботливая мама настолько туго завязала свои дочки волосы в хвост, что Сонечка улыбалась весь день, даже когда хоронила синичку. Девушка, которая умела сама переустанавливать Windows, умерла девственницей. Если Есенин читал, то она в своей... А вот про Windows Вове понравилась. Видимо, ему приходилось его переустанавливать. Как девочки. Пять тысяч гривен у вас, Александра, уже есть. Мы вас с этим поздравляем. Саша, так же сразу? Дальше? Да, да. Поехали. Сейчас порву, рассмеши комика, как голубь марлю на форточке. Третий классик Димка настолько разбил сердце второклассницы и не, что ни один фиксик не сможет его починить. В Кировограде ингул настолько оседает, что дети бегают по речке и кричат, мам, смотри, я боженька. Если Есенин читал путанам свои стихи, то Потапу путаны читает свои, и он ложит их на музыку. Кашевой как-то мода был настолько хорош, что посреди свадьбы ноги стали мыть не теща, а ему. Но вот это сейчас близко для Евгения. Прямо в точку, прямо в точку. Дело в том, что я и сейчас их мою. Поздравляем, 10 тысяч гривен у вас есть, Саша. Можете забрать 10 тысяч? Нет. Хотите больше? Хочу. Постарайтесь. Поехали. Олег был настолько страшный, что в Древней Греции его не просто сбрасывали со скала, еще спускались, тот обрыв и вырывали там ямку. Все люди, которые говорят слово денюжка, мерзенькие. Жирная девочка Ксюша на комплимент парня у тебя такие глаза большие отвечает. К сожалению, я не видел, что произошло. Было неожиданно. Понять природу этого юмора очень сложно. Но при этом 20 тысяч гривен есть уже у Александра, мы ее поздравляем. У нас нет времени понимать природу юмора. У нас есть время слушать Александру, видимо, дальше. Да, Саша? Да, давайте уже. Одна девочка была настолько бедная, что у нее была не палка, а ветка для селфи. Девочку с фигурой груши нельзя скушать. То неловкое чувство, когда ты пришла на рассмеши комика, чтобы тебя увидел Дима Монатик, а он Монатик тебя видит. Мало кто знает, что голуби умеют поворачивать голову на 360 градусов, а голуби-самоубийцы на 361. А спонсор моего выступления влажные салфетки с ароматом самогона. Влажные салфетки с ароматом самогона. Руки пахнут папой. Девочка, которой мама запрещала набить тату, набила 8 манту, которые складывались в знак бесконечность. Ой, иногда мне настолько одиноко, что я выбриваю кусок ковра и трусь об него щекой и представляю, что это щетина. Я остановил время, потому что вы выиграли 50 тысяч гривен, Александр, мы вас поздравляем. Молодец. Не все смешно, но настроение подняла всем. Я хочу поздравить всех наступающих женщин с 8 марта, а именно смешных, потому что не все их поздравляют, а я поздравлю. И вот еще хотела сказать, парни, которые шутят, мол, молчи, женщина, твой день 8 марта. Яна Рассмеши комика, а вы где? Спасибо. Спасибо.